всем привет с вами шима рада видеть вас на своем канале и сегодня поговорим на тему рисования стекла точнее разберем теоретическую часть основные правила при рисовании стеклянных и металлических объектов у нас на экранах сейчас вы видите на экранах на монитор на чем вы смотрите стадия рисунка стеклянного объекта на канале в общем доступе у меня есть видео где я рисую по стадиям вот этот вот чайничек в ускоренном версии ну потому что полная версия без ускорения это уже конечно отдельный мастер-класс который у меня люди приобретают как урок но многое мы можем с вами посмотреть сейчас то есть если вы понимаете принцип как рисовать стекло то потом проблемы сделать реалистичный рисунок нету стекло вообще самый простой для изображения объект то есть проще чем рисунок стекла нету ничего но при этом он очень эффектно выглядит и все почему думаю что это сложно основной принцип вот такая схема я ее сейчас нарисую повторно сегодня в этом видео с чего мы начинаем то есть главное это то что прозрачное стекло у нас имеет точно такую же тональность как и фаны вот здесь я наметила рисунок как это делать на деле если мы например работаем карандашом вот у нас все сливается у нас есть фон у нас есть стеклянный объект и фон и стеклянный объект практически одной тональности поэтому мы начинаем именно с одного тона потом появляются блики но когда это как бы как быстро объяснял q я рисую так чтобы вы видели с бликами как выглядит как выглядит еще дополнительными тонами на рисунке же у вас блики просто остаются белыми с самого начала их не надо заштриховывать то есть вы оставляете белыми блики прищуриваете глаза обязательно начинайте учиться рисовать стекло самых простых стеклянных форм например обычный стакан без всякой резьбы то есть это не какой-то там хрусталь граненый либо стопка для текилы еще лучше будет потому что если вы поймете на простом объекте то на более сложном каком-то вам будет гораздо проще понять будущем то есть будет все то же самое просто более долгая работа и вас не будут отвлекать разные рисунки так вот на рисунке вы отрисовали наметили примерно где находятся самые яркие блики и штрихуете фон и объект примерно в одну тональность но объект мы штрихуем по форме объекта а фон по форме фона есть у нас вертикальный фон это вертикальная штриховка горизонтальная это горизонтальная вот здесь уже появляется у нас намек на стекло и в конце не в конце следующей стадии скорее мы добавляем вот эти толщинки стекла то есть не всегда есть толщинки они в донышке обычно где мы видим толщину стекла такие темные контрастные моменты и добавляем градиент на фонах тень как правило прозрачная практически полностью прозрачная она здесь усиливается где более толстое стекло потом рассеивается всегда есть градиент на фоне то есть смотрите откуда источник света с какой стороны значит там будет светлее с противоположной будет чуть темнее открывая другую картинку то есть вот это какая-то средняя стадия вот это я специально сделала к белому фону и вот одно и то же тут нарисовано обратите внимание что этот рисунок выглядит гораздо контрастнее и темнее здесь он выглядит резко светлее почему потому что здесь мы видим относительно белого фона а здесь мы видим относительно уже пространство и фона заштрихованного поэтому всегда очень важно ввести рисунок одновременно весь с фонами тогда вы не будете путаться а то вы будете от куска штриховать потом когда вы введете фон вы поймете что у вас все отношения здесь неправильные и надо все дотягивать а если допустим в таком объекте это возможно то в объекте как таком как портрет где нужно пропорции намечать более сложных формах где принципиально любые сдвиги иначе человек получится нездорового вида там с мутациями вот там очень важно рисовать весь рисунок одновременно потому что видите пропорции видите как он будет в будущем у вас выглядеть вот все заштриховали дальше еще темнее сделали и еще темнее то есть если вот здесь посмотреть например здесь ручка светлее здесь ручка уже более темная разница стекла и металла в чем основная и там и там у нас отражение это это у нас глянец но конечно же на металле будет больше контрастов во-первых света будут более контрастными потому что они отражаются а стекло все-таки за бликами хоть чуть-чуть но просвечивается а во-вторых это отражение на самом металле посмотрите какие они контрастные отражение и на стекле и на металле всегда будут идти по форме объекта который мы изображаем то есть вот здесь у нас вертикальная форма значит все отражения идут вертикальными то есть вот такими вертикальными полосочками здесь на хромированной вот этой вот по его покрышечки у нас идет форма закругленная соответственно и отражение у нас закругляется по этой форме на вот этой части уже вот так она идет то есть металл будет если это хром он будет прям совсем как зеркало отражающий если это матовый металл то тут у нас идет правило матовых объектов и глянцев то что может быть брашированный матовый металл тогда он будет такой перламутровый но уж точно не глянцевый тогда на нем не будет четких бликов то же самое касается матового стекла то есть там у нас уже будут правило которое касается матовых объектов а не глянцевых когда я говорю сейчас о стекле я имею ввиду классическое стекло открыла много картинок чтобы вы могли сравнить контрастность стеклянных объектов и контрастность металлических объектов насколько здесь темные вот эти все отражения вот здесь обратите внимание на вот этом бокале как раз брошированная часть которая стерлась стерлась вот это напыление хромовое и сразу у нас пропадают контрасты то есть вот они просто вот здесь вот в этой потертой части ра растворились не такие четкие уже блики а блик фактически нами на глянцевой поверхности блик это просто отражение то есть вообще в принципе рефлексы все вот эти отражения это как зеркале то что окружает из-за того что матовый объект не настолько блестящие не такой отражающую способность имеет на нем они гораздо менее контрастны и не так считаем и когда у нас полный глянец мы прям видим как зеркале все так как стекло прозрачное она просвечивает фон в первую очередь который за ним то есть вот прищурить и сейчас глядя на эту картинку плюс-минус одинаковый тон да вот здесь чуть-чуть он стал поплотнее здесь он чуть-чуть светлее но все равно вот это место темнее чем сам фон тень полупрозрачная то есть еле-еле она намечена и как я говорила вот вместе касания она поплотнее потому что здесь толщинка стекла отбрасывает тень больше еще раз обобщу что мы показываем в первую очередь прищуриваемся конечно мы построим этот объект если вам интересно напишите в комментариях отдельно сниму видео по построению хотя я вкратце рассказываю о том как строить объекты в видео об эллипсах в общем доступе на канале есть видео как построить эллипсы и там про построение тоже рассказываю построили наметили блики основные самые яркие блики например вот 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 здесь тоже яркий блик все заштриховали вертикально фон горизонтально горизонтальную плоскость и по форме вот вот видите как блики блики всегда ложатся по форме объекта как и отражение то есть как какой бы форму у нас не было объект всегда блики будут по его форме то есть у нас сужается к низу под наклоном стенки вот эти стакана поэтому у нас и отражение идут по форме этого стакана сужаясь к низу то же самое здесь контрастность какая чистая здесь те черные пачки белые почти то есть диапазон тоновой а здесь у нас меньше гораздо контраста но если вы рисуете только один один стеклянный объект у вас будет стоять он будет выглядеть визуально для вас контрастнее поэтому я специально сделала фотографию двух объектов рядом чтобы вы понимали что вот эти стенки они все-таки не черные то есть вот эти места они тоже не черные будут но даже если вы их нарисуйте черным но при этом все остальное будет нормальной тональности и блики останутся довольно таки светлыми у вас не будут рисунок выглядеть чумазом но не перебарщивайте вот здесь вот потом важно будет в данной ситуации показать вот эти тоненькие такие потемнения обратите внимание как преломляется отражение в ножке как какую постановку поставить первую как я уже сказал максимально простой какой-то стеклянный объект это кружка может быть и бокал вполне себе такой на белом фоне снизу белый фон сзади обязательно ставьте фон сзади и снизу белые освещайте таким образом прежде дневной свет он подходит потому что нам четко видно где блики и видны толщинки вот и также должно видно быть на вашей постановке это может быть электрический свет например если вы рисуете вечером но тогда старайтесь сделать так чтобы свет обязательно был блик на передней стенке тогда у вас будет объемнее ваш рисунок потому что вот здесь например суженные к низу грани мне пришлось снизу фотографировать но это видно по ракурсу тоже что у нас эллипс выгнут как бы мы не можем заглянуть внутрь сосуда это значит что мы смотрим на него снизу почему потому что если бы я была на уровне этих стаканов либо выше то блика не было бы так как у нас отражается то что идет вот к этой стенке поэтому вы лампой настольные освещайте чуть-чуть снизу такие вот если стенки вниз повернуты если стенки обычно или закругляющиеся как на бокалах винных или шампанского то такой проблемы нету она просто и сверху будет тоже читаться здесь этот блик это вот итоговый рисунок как он выглядит по стеклу металлу в принципе теорию мы основную прошли но я хочу закрепить этот момент чтобы вы видели как рождается как рождаются рисуночек объем и ощущение стекла чтобы долго не штриховать времени много не тратить ни вашего ни моего я просто залью ну дайте посветлее сделаем залью эту поверхность и отрисую объект сделаю это на новом слое чтобы можно было по слоям вам показать стадии работы сейчас я не буду заморачиваться на построение это будет быстрый такой скетч то есть мне надо чтобы вы поняли основные правила принцип рисования вообще когда я намечаю даже для длительных рисунков в принципе художник должен уметь на глаз все пропорции все вот это намечайте выравнивать но пока это не принципиально то есть вы на глаз вот так наметили ну вкратце давайте все-таки упомяну построение потом взяли и провели четкую вертикальную линию по этой вертикальной линии сейчас я копирую этот рисунок чтобы на нем объяснить провели вертикальную линию вообще сначала прямо и почти можно провести можно вот так вот на глаз это все сделать не обязательно на прям по линейке должна быть вообще рисуйте бледнее чем я сейчас чтобы беречь бумагу и примерные пропорции видите допустим у нас вот здесь какой-то шарик могут быть разные изгибы и так далее берете бумагу для ксерокса и сверху отрываете по длинной стороне вот такую длинную штучку прям руками можно либо отрезать ножницами не важно главное чтобы один край был ровный прикладывайте эту бумажку вот сюда допустим приложили и отметили на этой бумажке карандашиком потом эту бумажку прикладывайте сюда еще раз и у вас получается вот прям можно линию для эллипсов обязательно вот горизонталь проводите это самая выступающая часть эллипса будет но сейчас выводить эллипсы я не буду отдельное видео посмотрите так мы делаем самых широких частях бокала то есть вот с одной стороны отметили на бумажке вот взяли приложили сюда отметили приложили сюда также мы можем искать середину вот эту же бумажку мы приложили и отметили вот это вот допустим ширину сложили бумажку пополам то есть вот это вот сюда приложили то есть вот у нас метка здесь и здесь и мы сложили одну метку в другой вот эту точку эту у нас нашлась четкая середина нашего бокала то есть мы можем и от этого искать середину остальные метки уже прикладывать как я сказала сначала таким образом у вас всегда будет симметричные рисунки то есть вот вы меряете вот по узким по широким местам то есть все самые широкие точки и все самые узкие точки надо вот четко середина искать ну и конечно же эллипсы эллипс нижний всегда будет более открытой чем верхней это видео по эллипсам есть подробно подробно все объясняется ну так собственно и строится возвращаемся к нашему рисунку карандашом то у вас этой эта последовательность не совсем такая то есть вы построили наметили блик и потом начали заштриховывать посмотрите мое видео таймлэпс с чайником будет понятнее сейчас я именно принцип объясняю вот этим схематичным рисунком смотрите у меня свет идет вот отсюда раз он ударился здесь соответственно у нас прозрачный бокал значит что значит что у нас внутри вот здесь свет пройдет через стенку и отразится на дне этого бокала также он вот здесь продублироваться вполне себе может я сейчас просто наугад из головы это делаю конечно с натуры это будет проще существенно но сейчас мы уже введем более темные стеночки как правило это на уголках эллипса они более темные преломляются вот здесь где толщинки потолще если у вас сзади идет вот такой прямой фон то конечно же будет вот такое преломление либо в другую сторону зависит от формы если вы просто сделаете блики контрастные и вот эти темные внедрения тональные у вас уже будет ощущение стекла а потом уже можно добавлять вот эти все нюансы полутоновые то есть например чуть-чуть тут каких-то отражений дать твердым карандашиком фоны штрихуем чем тверже карандаш тем лучше но ни в коем случае на него не давим чтобы бумага не царапалась то есть нужно сделать много слоев это слоев 10-15 на фоне будут и на бокале просто они будут бледные они будут наслаиваться друг на друга один слой другой слой тушевать в том числе но может быть не 10-15 но сейчас я покажу каким тоном карандаша это делать даже еще бледнее то есть это какой-нибудь карандаш 3h надо взять 3 4h вот как сейчас я штрихую почему потому что если мы штрихую вот пару слоев смотрите контраст штриха и вот этого промежутка между штрихами слишком большой поэтому будет такая солома на рисунке если у вас много слоев более твердым карандашом то у вас гораздо аккуратнее всегда будет выглядеть штрих и вот эта соломенность пропадет тут у нас тень какая-то падает рассеянная если свет сверху то конечно она как-то немножко под углом пойдет если вы понимаете принцип как его рисовать то рисовать стекло очень очень просто еще немножечко стеночки покажем вообще потом конечно надо сделать и градиент на фонах бокал чуть-чуть минимально совсем будет плотнее чем фон то есть вот это светлое ввожу и сразу нам становится понятно откуда идет свет откуда источник света пишите в комментариях насколько вам интересно в таком формате именно объяснялки то есть не длительный какой-то рисунок а именно объяснялка потому что на мой взгляд они конечно важнее вот смотрите вот здесь сейчас я ввела и бокал начал от фона отклеиваться то есть становиться объемнее эта схема это я не стараюсь делать реалистичный рисунок так а тут уже нам можно немножечко фон уплотнить наоборот всегда рисуйте градиенты на фонах вот это вот освещение иначе будет плоский фон вылезать вперед если вы нарисуете градиент то фон уйдет назад то есть у вас получится пространство и объект будет выглядеть еще лучше вот цвет у нас отсюда что ж на этом будут заканчивать свой такой мини урок по теории как рисовать стекло надеюсь он вам был полезен интересен пишите в комментариях свои вопросы еще раз спасибо всем спонсорам за поддержку канала на этом с вами прощаюсь до новых встреч творческих успехов пока пока